Всем привет! В свое сегодняшнее видео я хочу начать с вот этой красоты. Это панно, которое украсит любой интерьер. Смотрите, какие красивые птички калибри. Вообще очень интересная работа. Для меня загадка, как это все делается, но это безумно красиво. Мне подарили, и я хочу оставить контакты девушке, которая это сделала, просто потому что мне действительно хочется поделиться, и хочется, чтобы такая красота была у всех, кто хочет. Я уже показывала недавно ее же работу, совершенно в другом стиле, и теперь вот такая в золоте и серебре. Мне очень нравится. Правда, я пока еще не придумала, куда я это повешу, но думаю, в скором времени обязательно найду место. Переходим к другому видео. За это время я много где была. В данный момент я показываю вам салон limited edition, где я подстригла челку. Это было уже давно, но вот только сейчас смогла добраться. Я часто показываю салоны, в которых бываю, но в этот раз у меня не было времени. Переходим уже в другой салон, это концепт. Видите, здесь как все удобно. Делают педикюр, угощают чаем со сладостями. Очень люблю это кресло, просто даже из-за него и из-за массажа, который там делают. Я хочу туда ходить. Это также концепт. Я была на чистке и хочу вам показать интерьер кабинета. Это отдельный кабинет, здесь больше никого нет, только я и косметолог. А это уже другой салон, салон limited edition снова. Я снимала в разное время, хотела снять полноценное видео о том, где я была, но я не нашла для этого времени. Я покрасила волосы и сделала маникюр, который я вам сейчас демонстрирую. Подстригли также челку во второй раз, но в этот раз мне не понравилось, неудачно. Мне она не идет, слишком широкая. Я покажу немного процедуру. Это маникюр, спа маникюр. Вообще, конечно, я хотела бы вставить музыку какую-нибудь, но Ютуб блокирует все видео практически, где есть музыка, даже та музыка, которая разрешена. Поэтому просто посмотрим. Уже так красиво. У меня как вены реки. Ну и готовый результат. Выбрала черный лак. Он, кстати, очень долго держался. Мне очень нравится. И на ногах он у меня черный, и вот на руках решила тоже сделать. Также в это видео я решила добавить пару своих образов, когда ходила на день рождения к подругам. И совершенно другая история. Я не приобрела, мне подарили вот такой стабилизатор. Этот стабилизатор мне нужен для того, чтобы сделать свои видео более качественные. Я даже хотела снять видеообзор, но я никак не подружился. Еще даже сама не поняла, как пользоваться, и ни разу не сняла видео. Поэтому жду, когда я наконец пойму. Видите, здесь треножник и сам стабилизатор. Я нашла на Ютубе очень много видео достойных, где люди, профессионалы рассказывают о том, как пользоваться. Поэтому я не буду лезть ни в свою область и рассказывать о нем. Просто я знаю, что многие сейчас снимают, и, возможно, кому-то пригодится информация, что вот есть такие стабилизаторы. Вдруг вы не знали? Давайте уже все покажу. Это новый ресторан у нас открылся. Хотя открылся, кажется, в прошлом году. Какие вот эти вкусные булочки. Сейчас смотрю, вспоминаю. Очень мне понравилось все. Единственное, что я не люблю, это практически во всех ресторанах. И вот в этом тоже, это уже другой. Я, кстати, работала на этом месте, а теперь здесь ресторан. Это холод. Мне очень некомфортно и холодно. Это очень интересное блюдо, но такие обычные блюда я, знаете, люблю попробовать. Но пока, наверное, еще не привыкла, полноценно наесться я и мне не могу. Но очень понравилось. Итак, начнем тестирование. Прежде чем протестировать тарт, консилер, я хочу нанести тонн, чтобы быть покрасивее. У меня номер четыре. Кушон Армани. Удобен он тем, вот, например, сейчас я купила себе просто запаску. Не обязательно покупать каждый раз этот кушон, а можно просто купить запаску и все. Настолько качественная упаковка, что менять ее не нужно. Я уже его показывала. У меня именно синего цвета. Купила я красный сейчас. Мне интересно попробовать его, потому что красный тоже очень хвалит. По-моему, даже красный это хит. Но вот этот мне говорили, что больше увлажнит, он такой тоненький. Итак, сейчас мне очень хочется просто приступить к нанесению вот этого консилера. Мне сказали, что это просто вот самый лучший консилер, потому что он хорошо скрывает недосып, мешки под глазами. В общем, поэтому он у меня. У меня оттенок номер двенадцать б. Fire Beige. Светлый бежевый оттенок. Вот такой. Почти белый. Я люблю такие оттенки, потому что на зоне под глазами он не выглядит никогда светлым. Нужно высветлять вообще эту зону. Вот такой. Смотрите, какой беленький. Я, конечно же, нанесу на пальчик. Вот так. Потом текстура у него такая прям приятная. Вообще всегда консилер лучше взять светлее, чем темнее. Ух, какой он светлый. Прямо очень светлый. Смотрите. Можно еще вот сюда. Ну, сейчас посмотрим, как будет выглядеть в итоге кожа. Еще даже не успела растушевать, а уже нет вот этого вот белого пятна. Посмотрите, как хорошо сел и подстроился. Не забивается в складочки, не сушит. Такой увлажняющий эффект, но деликатный. В общем, мне всем нравится он. Пока, по крайней мере, точно нравится. Не знаю, как в носке, но мне кажется, что я теперь понимаю, почему его так любят все. Также можно сделать антивозрастной макияж. Например, добавить светлого вот сюда. Вот прям в эту складочку. Вот так. Чтобы тень не падал. Потому что что у нас старит тени. Нужно убрать все тени, и тогда вы будете выглядеть моложе. Но я удивляюсь каждый раз, насколько сейчас другие текстуры, насколько все иначе. Вот раньше помню штанальный крем. Он прям ужасный. Сейчас я уже не встречаю ужасных. Ну, хотя было недавно. Но это бывает редко. Теперь я просто сделаю его вот так. Растушую все, что у меня есть на лице. Вот сейчас я могу сказать, что мне прям очень нравится. Просто очень и очень классный. Это еще не все. Я вам хочу показать один продукт, который я купила недавно. Я мечтала о нем давно. Не именно об этом продукте. Я мечтала о фломастере для бровей вообще. Вот мне подруга посоветовала брову робот. Микроблейдинг. Я никак не могла понять, как они работают. Потому что всегда думала о том, что все-таки они, вот такие вот фломастеры, не будут рисовать на бровях. Потому что брови у меня жирноватые. Но можно припудрить. Даже, знаете, не столько прямо припудрить, сколько вот так я беру с крышечки. И вот так вот здесь немножечко пройдусь, чтобы убрать жирность. Предварительно я еще убрала салфеточкой разовой. И вот теперь еще и пудрой. Для того, чтобы они не только нарисовались в моей бровке, но еще и держались лучше. У меня оттенок номер 03. Я еще думала заказать потемнее. Хорошо, что не заказала. Очень тоненько рисует. Мне он очень понравился. Вот такой вот тоненький фломастер. Ну, по крайней мере, так понравился. Еще, знаете, я его когда получила, здесь была наклейка. Я сняла эту наклейку. Она прямо вот здесь, на стыке. Сняла эту наклейку. Потом там клей потом остался. Я его очищала. Так долго очищала, оказывается. Здесь была еще и пленка защитная. Я зря все это делала. Нужно было снять пленку. Я никак не могла бы найти пленку, где ее снимать. Вот поэтому я не очень люблю такие недорогие продукты. Не очень, тоже мягко сказано. Я вообще их не люблю. Потому что бывают вот такие вот какие-то непонятные с ними моменты. Но я других не знаю для бровей фломастеров. Поэтому купила этот недорогой. Ну, просто и по совету она мне сказала, что он очень хороший. Давайте попробуем. Расчешу брови, чтобы понимать. У меня Тома Форда мужской гель или бровей. Так, уберем челку, чтобы вам было видно. Вот так. Расчешу. Здесь тоже. Так. Это, знаете, она хорошо рисует. Она прорисовала, видите, сразу. Но на руке она рисует тоньше. Гораздо тоньше на руке. На бровях так не получается у меня. Ну, прикольно. Можно нарисовать себе волоски, которых нет. Шикарный вид. С этой стороны уже тяжело рисуется. Ну, мне нравится. Но таких тоненьких волосков прям у меня все равно не получается. С этой стороны получилось. А вот с той как-то не очень. Больше всего мне нравятся волоски рисовать все-таки вот этим. High Definition карандашом. Может, даже куплю его еще раз. Ну, какой он гадкий. Он все время ломается. Какой-то неприятный. Лично вот эта вот нить, за которую нужно вот так тянуть, чтобы его заточить. Она какая-то черная постоянно. Ну, из-за того, что карандаш все-таки сам черный. Вот этот колпачок весь просто поломанный, истерзанный. Но у меня нет другого, потому что он большой. Он не... Другие не подходят. Казала подписчица одна, что ей не нравится этот карандаш, потому что он блестит. Ну, я бы так не сказала. У меня не блестит вообще. Вот просто смотрю, ничего не блестит. Все нормально. В общем, пока рекомендую. Я вчера проходила с ним целый день. Ничего не произошло. Все на месте. Еще я вам хочу что показать. Кисточку купила себе. Ну, это просто я уже ее показывала. И крашу себе ее постоянно. Я купила еще раз номер 11. Tom Ford кисть. Обожаю эту кисть. Она идеальна для нанесения кремовых теней. Это растушевочная кисть. Давайте покажу вам ее еще раз. Вот такая. Снимаем брашгард. И она готова к употреблению. К нанесению теней. Давайте нанесем, что ли, что-нибудь. Какие-то тени. Можно даже консилер наносить. Вот тут будет хорошо. Вот тут. Да, прекрасно. Я не планировала наносить. Ну, давайте. Вот у меня тени номер 09. Бенгал. Тоже Tom Ford. Вот для них именно. Как я жалею, что они вот так вот, видите, усадочку дают. То есть они уже сохнут. Хотя я ими редко пользуюсь и закрываю. Сама текстура еще пластичная. Очень хорошая. Надо срочно закрыть, потому что их вообще нет нигде. И ни за границей, ни у нас. Мне кажется, их сняли просто. Но это самые шикарные кремовые тени, которые я когда-либо видела. Еще у Charlotte Tilbury неплохие тени. Но они более... Такая версия и у Тома Форда есть. Они более мягкие. А эти вот такие плотные. Такое ощущение, что это что-то среднее между кремовой текстурой и между текстурой сухой. Я, конечно, не собиралась сегодня ничего такого делать. Но вот... Эта кисть меня стала манить. Пришлось. Эти тени вообще просто для неумех. Вот просто не умеешь. Никогда в жизни не красилась. Эти тени помогут. Вот настолько они ложатся правильно. И эта кисть такая же. Вот смотрите, какая у нее широкая площадь покрытия. Вот раз, два и все. Все веко покрыто тенями. Просто я очень люблю эту кисть и очень рекомендую. Я еще хотела купить две. Потом думаю, да уже зачем мне столько одинаковых. Я вообще хочу поменять свои кисточки все. Я хочу, чтобы у меня... Ну, у меня Том Форд все кисточки есть. Я хочу, чтобы у меня были... Кстати, одни из самых моих любимых. Я ими пользуюсь постоянно. Такие неубиваемые они еще. И еще я хочу японские какие-нибудь. Я пока чуть не решила, какие. Кстати, эти кисти, именно которые сейчас... Искусственный ворс, я люблю гораздо больше, чем натуральные. Я пользуюсь только искусственными. Натуральные у меня тоже есть, но я пользуюсь тогда, когда у меня искусственная вдруг грязная. Я не успела помыть. И тогда я беру натуральный ворс. Вообще натуральный ворс я не особенно люблю. Не поклонится вообще. И хоть я не накрашена сегодня, но все-таки я вам хочу показать еще одну покупку. Потому что она относится именно к макияжу. Это не бледная. Что там? Не бледная кисть. Кисть для макияжа. Давайте откроем ее. И здесь у нас кисть. Посмотрите, насколько она не бледная. Вот такая. Кстати, ее упаковочка прямо соответствует. Красиво. Эта кисть меня просто покорила. Я ее раздену теперь уже. Ну, первое, что мне, конечно же, нравится, это ее упаковка. Я вообще хотела, чтобы у меня все кисточки были вот такие классические, как Tom Ford. Прям такие стильные, симпатичные кисти. Ну, когда я увидела это, я увидела в Инстаграме у девушки, на которую я подписана. И она снимала какой-то рилсы, делала вот так. Я думаю, мне нужно. Я поняла, просто я почувствовала, насколько она мягкая. Видно было по ее рилсу. Посмотрите, какая. Мне кажется, что эта кисть не только для макияжа, она еще и для, хотел сказать, любовных у тех. Ну, может быть, даже и так. Она для того, чтобы доставать удовольствие владельцу. Такая приятная, такая нежная. Это тоже искусственный борст, поэтому я его люблю, потому что он гораздо нежнее натурального. В общем, эта кисть называется Джиджи. Здесь вот есть такая вкладочка, и написано здесь про эту кисть. Она идеальна для нанесения бронзера, румян, скульптора. Сухие, румяна, матовые или сияющие. Кисть растушует за тебя сама. Это правда. Я сейчас вам буду демонстрировать, как она будет растушевывать. Я думаю, что она еще идеальна и для пудры. Но мы будем наносить все-таки румяна. Давайте румяна от Hermes, потому что это моя последняя новиночка. И я хочу их демонстрировать постоянно. Мне очень нравятся они. Может быть, я даже еще себе возьму одни номер 19. Меня тоже очень манят. Итак, делаем вот так. Вот, набрали. Стряхнули. И легким прикосновением. Если у вас есть румяна очень яркие, такая кисть вам не позволит нанести их очень ярко. Ну, будет так нежно. Классно. Эта кисть их так усаживает, они как будто бы остаются внутри. Видите? Вот. Такие. Я провожу вот так, потом раз, и вот так им растушевываю. Вы знаете, это же не только нанесение, это же еще и удовольствие. Мне так приятно. Хочу вот так постоянно делать. Все-таки я удивляюсь румяном, потому что я прямо когда провожу, я чувствую, что у меня есть здесь тональный, он ощущается. Вот именно кистью я это чувствую. Но румяна все равно не дают пятен. Удивительные просто какие-то. Ну, ладно, наигралась. Вот такая вот у меня рекомендация. Кисть небледная. Очень классная. Прямо просто супер приятная. У меня есть еще одна кисть. Вот она. Называется Чадо. И я, честно говоря, думала, что они похожи чем-то вот по ощущениям. Это тоже такая мягкая. Но, представляете, небледная, еще мягче. Так что вот прям очень две приятные кисточки. Ну, эта кисть просто гораздо мягче. Интересно даже. Если вы думаете, что это все, то это вообще не все. Сейчас я вам покажу, продемонстрирую еще один продукт. Великолепный продукт. Это Гуччи. Это бальзам номер 5. Давайте я его распакую. Ну, во-первых, это красивая упаковка цвета Тиффани с золотом. Я думала о номере Единичка. Это бесцветный бальзам. Но так как у меня есть бальзам Ревив, я решила себе не покупать такой. Но вот этот цвет против него я не смогла устоять. Посмотрите, какой роскошный, красивый оттенок. И еще, когда у меня темные волосы, когда у меня челка, я очень люблю на себе именно вот такой оттенок. Единственное, что он все-таки дает чуть-чуть теплоту. Хотя, вот так вот, когда смотришь на него, просто кажется, что он абсолютно холодный. Я еще ищу такой же цвет, только холодный. Все-таки этот мне тоже очень нравится. Вот если бы даже я его не попробовала, и мне сказали, ну, дает он чуть-чуть тепло. Вот такой вот, ну, будет, будешь брать или нет. Я имею в виду себя тестировала. Я бы все равно взяла, потому что мне безумно нравятся его текстуры. И теперь я точно знаю, что единичка. Я еще думаю, может быть, он плохо увлажняет? Нет, он прекрасно увлажняет. Потому что уже теперь я знаю на номере 5. Но я его не буду сначала наносить. Нанесу, пожалуйста, карандашом. Итак, карандаш у меня Бобби Браун Пальма Улы. Один из самых популярных. Но я его, я его не очень люблю. Он по цвету очень красивый, но он очень жесткий. Так, контур у меня есть. А теперь приступим к самому интересному нанесению помады. Бальзама, вернее, простите. Просто он бальзам с цветом. Вот так. Он, знаете, как-то очень выгодно подчеркивает складочки на губах. Так красиво это. Но, скорее всего, вам не видно все-таки эта камера. Мне очень нравится этот бальзам. Прямо очень. Прямо мой любимец это сейчас. Мне так нравится масла, бальзам. Я их так полюбила в последнее время. Главное, чтобы ветра не было. А так они прям идеальные. Посмотрите. И оттенок красивый. И увлажняет хорошо. Я начала очень густо. Можно обойтись одним слоем. У меня там три, наверное, слоя. Я хотела вам показать именно цвет, чтобы было заметно. Но вообще можно нанести слегка, слегка. И будет такой вот нежный оттенок на губах и увлажнение. Можно даже лечь спать с таким оттенком. И если вы спите не одна, вы будете красивой всегда, даже во время сна. Конечно, можно накрасить еще глаза. Можно сделать коррекцию носа, там скулы себе выделить. Но я не буду этого делать. Сегодня у меня совершенно другая задача была. И мне кажется, я ее выполнила. Отлично. Я с вами на этом прощаюсь. Всем пока-пока.